Добрый день, уважаемые слушатели! Рада всех приветствовать и благодарна за то, что сейчас вы увеличиваете потоки онлайн. Вы нашли время подключиться к нашему вебинару. Сегодня у нас вебинар по анализу и защите категории, планы реализации стратегии категории с помощью пяти ключевых рычагов для ритейлеров и план анализа категории для поставщиков. Немножко о правилах вебинара. Вебинар продлится один час плюс 30 минут на вопросы. Пожалуйста, будьте активны, но при этом не засоряйте чат рекламы обсуждениями. При возникновении проблем со звуком или изображением нажмите, пожалуйста, F5 или перезагрузите ваше приложение, если вы используете мобильное устройство. Чат я буду проверять в конце, когда буду отвечать на вопросы, поэтому если вопросы, пишите их, записывайте и потом обязательно задавайте. Итак, начнем. Сначала познакомимся с агентством Retail Practic Management. Агентство Retail Practic Management было создано почти три года назад. Тремя людьми, два из которых являлись бывшими сотрудниками крупных розничных сетей. И один человек наш, идейный вдохновитель на возможность обмениваться опытом и знаниями с другими людьми и жить этим. Для меня это стало возможностью постоянного поддержания моего желания общения с широкой аудиторией. И для себя я открыла уже больше рынок не федеральной розницы, а региональной. Сейчас в агентстве уже больше экспертов. Все они имеют то или иное отношение к Retail, но сейчас в той или иной части. Поэтому, если вам нужна экспертиза, обращайтесь в агентство, по какой теме вам нужна экспертиза, и вас обязательно вам подскажут, какие эксперты вам могут помочь. Немножко обо мне. Меня зовут Анна Тищенко. С кем не знакомы, давайте познакомимся. Более 19 лет уже сейчас я имею опыт в Retail, 12 лет из которых это крупная федеральная сеть. И начинала я с региональной сети, тоже с одной из самых крупных на тот момент в Северо-Западе. Сейчас, на сегодняшний момент уже я третий год занимаюсь в консультации. Ну и, в принципе, основная тема, о которой я говорю, это о науке категорийный менеджмент, которая нашла одно из самых широких распространений применения это в бизнесе розничной торговли. Теперь немножко давайте познакомимся с вами. Я сейчас открою опрос, прошу вас выбрать один из пунктов и нажать «Завершение», чтобы мы увидели, какая у нас сегодня аудитория. В какой сфере деятельности вы себя относите? Ритейл, магазины, сети, онлайн или поставщики, IT, консалтинг или другое. Начать голосование. Даем одну минуту, чтобы мы с вами познакомились. Ну и как раз-то будет время, чтобы те, кто подключается чуть попозже, к нам подключились. Идет спор данных. Пожалуйста, отвечайте. В этот раз я, к сожалению, не вижу почему-то, сколько ответила. Обычно видно, сколько участников и сколько уже проголосовало. Сегодня это не так. Поэтому просто через минуту завершу опрос. Еще несколько секунд. Завершаем опрос. Спасибо тем, кто проголосовал. Ну, кто отметил. Ну, пока немного. Либо немного участников, либо немного активных. Тех, кто проголосовал. Возвращаемся к презентации. На самом деле, сегодня у нас много говорится о кризисе, о нынешней ситуации в стране, что тоже наносит изменения в наш график работы. Мы планировали в этом году проведение конференции категорийный менеджмент «Белые ночи» оффлайн, но в рамках меняющейся ситуации. В этом году конференция категорийный менеджмент «Белые ночи» будет проходить онлайн. Мы посвящаем ее всем процессам, в которых участвует категорийный менеджмент в розничной торговле в компании. И на сегодняшний момент уже можете ознакомиться на сайте с теми экспертами, которые поделятся своими знаниями именно в части категорийного менеджмента и инструментами, которые можно будет применить уже на практике в изменяющемся, но в изменяющемся мире розничной торговли в мире ритейла. Ссылку, соответственно, на само мероприятие. Сейчас, наверное, коллеги разместят в чат, но также вы видите ее на слайде. Сегодня же мы поговорим про анализ категории и ее защиту, защиту стратегии категории, но немножко, чуть-чуть о категорийный менеджмент. Я в этот раз не стала отдельно выносить, откуда появилась наука или кто первый стал использовать науку категорийный менеджмент в розничной торговле. Оставила это в слайдах в конце презентации, которые вы получите по итогам в рассылке. Все, кто зарегистрировались, мы будем рассылать презентацию, и там можно будет те слайды, которые чаще всего у меня в начале вебинара я показываю, с ними ознакомиться. Сразу перейдем к тому, что категорийный менеджмент – это циклический повторяющийся процесс из восьми шагов, которые я делю на стратегическую часть сети. И вторая часть – это как раз анализ категории, по которой строится дальше, которую мы защищаем. Это подготовка и презентация нашей стратегии с целью получения ресурсов в наш бизнес. Категорийный менеджмент – это категорийный менеджер – это владелец части бизнеса. Мы с вами можем, имеем в голове очень много идей по улучшению работы нашего бизнеса, но именно защита категории – это тот момент, когда мы, построив все возможные гипотезы, рассчитав все целевые показатели, которые будут итогом реализованных нами тактических действий, и к чему должна привести наша стратегия в целом, должны представить ее, даже если это один категорийный менеджер в бизнесе, то это получается единолично по всему ассортименту, если это большая компания, продуктовая или непродуктовая, то по категориям. На самом деле, мой основной опыт – это, конечно, продуктовый ритейл, но на практике уже больше в последние годы, когда я вела консультации, я убеждалась в том, что в принципе категорийного менеджмента можно использовать даже не только в непродуктовом ритейле, но и практически в любом бизнесе, даже вот в консалтингом, как я много раз уже рассказывала, что консалтинг и бизнес тоже можно подразделять на категории, которые приносят нам ту или иную часть результата, дают ту или иную эффективность. Поэтому мы сегодня говорим больше, в первую очередь, об анализе и защите категории, но когда мы строим нашу стратегию по категории, мы должны не забывать про первую стратегическую часть, которая должна была быть определена на уровне в целом нашего бизнеса. Если говорить про розничную торговлю, после того, как мы определили категории, об этом тоже я оставила только слайд в конце, мы должны определить для каждой категории роли и цели, которые определяют принципы работы с ней и принципы построения стратегии и определения тактики. Значит, целевые категории для качества напоминания, это те категории, которые приводят к нам покупатели, это первая ассоциация, это когда мы говорим о том, что подумали, что нам нужно, пусть это, например, что-то для ремонта, и мы сразу считаем, что мы идем в этот магазин, потому что там будет, это точно представлен самый широкий выбор или самое лучшее предложение на сегодняшний момент. Основные категории, это те, без которых магазин в том сегменте розничной торговли, в котором мы играем, не может существовать. То есть если это продуктовый магазин, то часто я привожу пример, например, где мы с вами должны искать соду, то есть все-таки в прямом смысле ее не употреблять. Дополнительные категории, это чаще категории уже смежные, которые, на самом деле, дополнительные делят еще на сезонные, на сезонные, в некотором случае их там называют их дополнительные для дохода. Вот, в данном случае это те категории, которые дополняют предложение, но уже не являются прямой ассоциацией или первой ради чего прочтем магазин. Тоже из последнего я приводила пример перед Новым годом в магазинах H&M европейских и C&A, при том, кстати, сразу было видно, что они все достаточно одновременно добавили эти категории себе в ассортимент, были представлены, например, конфеты, шоколадные конфеты, которые точно не являются основной корзиной для покупателя или целевой в этом магазине. Но когда человек идет перед Новым годом, покупает шарф, перчатки, ну или что-то другое в подарок, то, разумеется, дополнить этот подарок шоколадными конфетами, на которые, конечно, ценник был несопоставим рядом с стоящими супермаркетами, а действительно они на них уже дополнительные привозили, она давали им более высокую прибыль, но как раз это была та дополнительная категория, которая изначально не подразумевалась в магазине. Как при этом роли и цели, на самом деле, если вы читали книжки, проходили обучение, говорят про роли для покупателя и, по-моему, также говорят про роли для сети. Я специально в своих презентациях, в своем обучении разделяю, что роль для покупателя категории в магазине и цели для компании. Таким образом, ну, точно мы не делаем путаницу. Как я считаю, что мы должны определять, предлагаю определять роли? Есть первый, так, плохое качество звука, много помех, сложно воспринимать информацию. У меня, в принципе, здесь никаких звуков нету, поэтому, пожалуйста, если вам попробуйте как-то, наверное, перезагрузить или восстановить, потому что, в принципе, у меня... А, еще могу поближе поставить микрофон. Надеюсь, что так станет лучше. Пожалуйста, ответьте. Определить роли. Есть два варианта определения ролей. Это на внутренних данных. Будет, конечно, падать погрешность, но оно доступно даже тем, кто на сегодняшний момент еще пока не имеет глубокой экспертизы в категории менеджмента или не может работать с внешним... ну, как бы не имеет доступа к внешним рыночным данным. То есть внутренние роли. Первое – это когда в любом случае мы берем за основу нашу долю продаж в категории в чеках, долю категории в чеках, то есть количество чеков, в которых участвовала эта категория, соотносим к общему количеству всех наших чеков. И по вертикали мы откладываем во внутреннем варианте – это доля категории в продажах, в рублевых продажах, или, если есть уже внешняя экспертиза, мы можем говорить о возможности дифференциации, то есть отличия от конкурента. Таким образом, на основе, как много покупателей по своей покупке в магазине имеют товары этой категории, и либо, как в данном случае, какое глубокое проникновение в доли в продажах оно имеет, или насколько мы можем отличаться от категории, мы можем выделить как раз вот ту целевую категорию, ради которой к нам приходит большинство покупателей, определить основные, ну и те дополнительные, которые, да, в данном случае, да, они, конечно, имеют долю в чеках, но, к сожалению, мы не можем сильно отличаться, то есть у нас, или она имеет очень маленькую долю в продаже. При этом, когда мы говорим о ролях для покупателя, нам очень важно иметь представление, кто наш покупатель, и об этом тоже сейчас в самой анализе категории стратегии мы должны уделить этому достаточно внимания, потому что роли для покупателя будет их ровно столько вариаций, сколько у нас, ну, как бы основных видов или сегментов покупателей приходит к нам в магазин. Поэтому, если у нас большая сетевая торговля, да, то мы в одной территории можем иметь один набор, один набор по сегментам покупателей, и один вид ролей категории в другом, в другой территории другой. Как измерить возможность дифференциации? Я обещала, правда, потом читать чат, но такие вопросы согласна, что лучше читать сразу. Возможность дифференциации – это чисто экспертный показатель. Соответственно, когда мы говорим про категорию, про анализ категории категорийного менеджера, мы точно должны, ну, как бы учитывать экспертизу, да, то есть, наверное, часто вы слышали, может ли человек там, ну, менять категории. Я за свою практику не занималась только двумя категориями. Я никогда не была категорийным менеджером или закупщиком фруктов, овощей, но на самом деле там, даже сейчас, работая по принципу категорийного менеджера, там у нас немножко отдельный способ работы, больше сконцентрированный, да, на постоянных, больше влиянием сезонности и числом, как бы, увеличенным числом тендерных закупок. И никогда я не занималась алкогольным продуктом. Все остальные категории в тот или иной период, да, то есть я ими занималась. И на самом деле даже переход с категории на категорию считала для себя не как каким-то наказанием, что меня отрывают там выращенные мной, или там ту область, которую я знаю, и как же мне дают что-то новое, а больше как расширение кругозора. И мне было интересно именно применение тех стандартов, тех принципов, которые я уже эффективно применяла в одной категории, сработает ли оно на новой категории, или что-то мне придется делать там по-новому, искать какие-то новые пути. И как я тоже говорю, категорийный менеджер, это прямо должен быть человек, действительно, основное качество у него, он действительно должен все время, человек в поиске, то есть ему хочется все время улучшить, то есть человек не, который считает, что если уже получилось хорошо, а могло ли быть еще лучше. Поэтому понятие дифференциации, могу ли я отличаться? Ну, это может быть как то, что если вы региональная сеть, можете ли вы отличаться от федеральной сети, имея большую экспертизу регионального ассортимента, представленностью каких-то особенных товаров, интересных именно для этого региона. Или у вас есть сильные свои производственные позиции, которые вы предлагаете, а у конкурента их нет. Или это может быть какая-то возможность, гибкость, связанная с большей возможностью вариантов по упаковке. Ну и так далее. То есть в любом случае, это именно экспертный ответ, могу я отличаться или нет. Или вы знаете, что это чисто федеральная категория, в ней отличаться невозможно, тогда она будет находиться в основной корзине, и вы будете в части основной корзины, исходя из цели уже категории для компании, и с ней работать. Поэтому роли для покупателя бывают ровно столько, сколько у вас покупателей существует в среде, сегменты покупателей существуют у вас в магазине. Это уже будет зависеть от местонахождения магазина и домохозяйств, находящихся рядом. Если мы говорим про интернет-торговлю, то это более широко, и больше будет завязано именно на том, что через какие именно каналы мы продвигаем наш интернет-магазин, то есть какие туда приходят, то есть к нам на ресурсы приходят покупатели, а в целом, соответственно, и дополнительно какой ассортимент представляем. Следующий шаг – определение целей для сети. Цель для сети по внутренним данным, здесь у меня предложен вариант, изначально по внутренним данным, это когда мы смотрим, какую долю в продаже занимает категория. При этом мы проводим вот эту горизонтальную линию между драйверами трафика и контролем. Это уровень ABC анализа категории, то есть 80 сверху драйвера трафика у нас попадут те категории, которые по своей доле в продажах сформировали 80%. И откладываем по шкале Х, соответственно, откладываем маржинальность. Есть средняя маржа на уровне магазина, то есть или целевая, как она у меня здесь заменена, и есть те категории, которые приносят более низкую маржу и более высокую. Соответственно, те категории, которые попадают в свои доли в формирующие 80% продаж сети, сети магазинов или магазинов, и выше среднего по маржинальности, они будут являться героями. И если они дальше попали, у нас являются целевой, то основная здесь у нас стратегия будет сохранение и рост. Обязательно отправим под теми, попробуй изучить материал. Дальше. Если она попала в основную и дополнительную, то здесь в первую очередь сохранение, потому что мы говорим о том, что эта категория, ну, мы не можем там сильно отличаться, она у нас, соответственно, приносит маржу выше среднего, занимает хорошую долю, главное здесь сохранить. Если же категория у нас попадает в драйверы трафика, то здесь первое направление, в котором мы работаем, независимо от того, целевая она, основная или дополнительная, это в первую очередь мы ищем пути увеличения доходности, маржинального дохода. Соответственно, двумя путями, естественно, если мы находимся на территории с высоким уровнем конкуренции, то мы, к сожалению, не сможем в первую очередь пойти по увеличению цены, мы будем в первую очередь работать с нашим потенциалом, да, в закупочных силе, в закупочных ценах. Если же категория попадает в нишевые, то есть у нее доля реализации в магазине небольшая, но она выше средней, то мы в первую очередь начинаем растить в продаже, то есть задача наша увеличивать, так как маржинальный доход выше среднего, мы там с вами в первую очередь, конечно, за счет должны инвестиций или продвижения с помощью поставщиков повышать продажи этой категории. Если же категории попали в контроль, при целевых, если мы понимаем, что это наша целевая категория, за ней идут в наш магазин, но по каким-то причинам, то есть наша целевая категория стала категория, туда может попасть именно категория, которая стала целевой. То есть здесь, например, эта категория из очень дешевых товаров, то есть у нас с вами есть разные категории, а здесь это именно сама категория имеет очень низкую среднюю стоимость, то есть она могла туда попасть по доле. Еще и маржинальность у нас там с вами низкая. То есть здесь преобразование и рост. Если это основная или дополнительная, то мы, конечно, тоже ведем по преобразованию и, в первую очередь, через рост доходности, то есть если мы смогли основную или дополнительную вывести в нишевые, тогда будем увеличивать. Если у нас нет возможности вывести в нишевые, то только в этом случае у нас станет вопрос расставаться с категорией или нет. И вот после того, как мы с вами проделали работу, на уровне категорий мы должны составить график пересмотра категорий. Вот когда мы говорили до кризисной ситуации, то графика, принцип, которым я предлагаю руководствоваться, мы с вами по итогам прошедшего года делаем в идеале, конечно, двух. Сначала делаем распределение по ролям и целям. Хорошо, если мы почему на двух? Один год делаем и второй год делаем. У нас с вами получится, те, с кем я работала, они видели, как я предлагаю это, ну, как бы вживую даже на картинке, либо в Excel. То есть, соответственно, мы видим, у нас какие-то могли быть целевыми, но они выросли, например, в героях, выросли еще больше в продажах и в доходности. Либо видим, что категория за два года имеет отрицательную динамику. То есть она была целевой, да, она в продажах не потеряла, но у нее, например, уменьшилась средняя маржа. Исходя из вот этого в идеале динамики, либо просто на основе одного года, роли, цели, доли, вот я написала дальше динамики, и сезонности составляем график пересмотра категорий. То есть самые большие категории, которые, да, соответственно, у нас позначимые пароли для покупателя, имеющие там большую долю в продажах, мы должны посмотреть сразу, если они, ну, как бы как можно раньше, в том периоде, в котором мы находимся. И если еще они имеют отрицательную динамику, то тем более как можно скорее. Сезонные категории, категории, имеющие там несколько выраженных сезонностей, то мы делаем их несколько раз. График пересмотра категорий – это год, неделя, и когда мы с вами какие категории должны посмотреть. Если у вас небольшой ассортимент, есть, соответственно, большая команда, например, и немного категорий, возможно, сейчас вы возьмете и сделаете там график по пересмотру всех категорий, то есть, ну, поставите себе план пересмотреть все категории по принципу, который мы сегодня будем обсуждать дальше в течение ближайшей недели. Пересмотр категории – это не в прямую изменение ассортимент. Мы будем смотреть на пять рычагов, а ассортимент – это только один из них. И я чуть попозже об этом дальше скажу. Но компаниям, у которых сетевые, очень важно, да, понять, как правильно выстроить эту работу не только в части самого процесса, но и как расставить приоритет, а что в первую очередь посмотреть. Вот на сегодняшний момент, исходя из ситуации изменения, да, очень быстрых изменений, если мы даже с вами, те, кто видят аналитики, как ведут себя открытые аналитические ресурсы, вы видите, они ушли даже от анализа месяц в анализ неделя. То есть мы с вами можем сделать, вот посмотреть роли, цели категорий уже и правильно смотреть не в разрезе года, а в разрезе, как в прошлом месяце у нас распределялись категории по своим ролям для покупателей, целям для нас, и как в позапрошлом. Соответственно, таким образом мы сможем с вами увидеть, какие категории сейчас требуют оперативного анализа, подготовки, если нам нужно, согласование защиты и пересмотра категорий. То есть если категория, например, уменьшается в проникновении, но она является для нас целевой, это значит, что у нас, да, ну, если в среднем у нас количество чеков уменьшилось, ну, люди стали реже ходить в магазин. Но среди этого количества уменьшилась доля конкретной категории, особенно если она является для нас целевой, это сигнал оперативного пересмотра. Ну, и аналогично с долей или там при снижении маржи, да, от маржинального дохода. После составления графика пересмотра категории мы с вами можем уже говорить дальше о том, как же строить сам анализ и защита категории. В первую очередь основа, да, основа анализа – это определение стратегии, да, то есть что мы хотим от этой категории. То есть мы должны определить четкую цель, да, для этой категории, которая должна соответствовать ее роли для покупателя и целям внутри компании. Соответственно, какие покупатели меняют свое поведение, по каким причинам, где мы по отношению с конкурентами, в чем мы имеем конкурентное преимущество или, например, в чем мы теряем сейчас конкурентное преимущество, и какие ключевые шаги по изменению, да, мы должны сделать, которые поспособствуют, да, изменению ситуации. Подтверждающие факты, призванные доказать успешность нами предпринимаемых действий, то есть определить, что будет являться, как мы будем оценивать, хорошо, правильно мы с вами выработали план действий или нет, ну и, соответственно, по какому показателю или показателям, ну их обычно не может быть больше двух, мы оцениваем результат. И таким образом у нас, вот если говорить, что мы должны сначала обозначить цель для категории, здесь я, например, вам привожу пример с весовыми конфетами, ну это может быть любая категория. То есть мы хотим увеличить продажи в рублях и в килограмм, при этом сохранить доход. На каких категориях это у нас с вами могла быть, да, такая цель? Ну, логично, если кто-то успеет ответить, какая роль у этой категории цель для компании. Это может быть либо целевая, либо основная, которая, соответственно, находится в герое, потому что если сохранить маржу, то значит она уже выше среднего. Ну, может быть, кстати, она в нишевой, да, то есть сохранить маржу, но мы хотим увеличить продажи и реализацию в килограммах. Таким, какую стратегию, да, мы здесь для покупателя говорим о том, что это должен быть магазин, который удовлетворяет всем потребностям покупателя, он имеет, как бы видит широкий выбор, да, и у него есть понятная для него логика решений, принятие решений в этой категории. То есть ему легко выбирать, интересно, и там представлено все то, что он, в принципе, тот спектр его потребностей, которые он бы хотел закрывать в этой категории. Дальше мы, стратегические действия, которые будут, первое, это удовлетворение потребностей, дальше можем ли мы как-то влиять по промо, ну и насколько там привлекательна может быть наша выгодка. И ожидаемый результат – это какое, как мы увеличим продажи, ну и, возможно, даже, да, мы увеличим маржинальный доход. И в рамках, если мы рассчитали, что это возможно по нашим действиям. В итоге, как мы и говорили, у нас есть пять основных ключевых рычагов, которыми мы будем влиять, да, на основании, с помощью которых мы будем реализовывать наши стратегии. Первый – это правильно, ассортимент, поэтому пересмотр – это не только изменение ассортимента. Это, соответственно, мы первое, на которое посмотрим, ассортимент. Второе мы посмотрим – это цена. Третье – это насколько у нас привлекательна выгодка. Четвертое – это наши операционные действия. Ну, которые больше, конечно, для оффлайн-розенца, но на самом деле тоже считают, что и в интернет-торговле, в онлайне операционные действия играют не меньшую роль, да, только они как бы немножко по-другому трансформируются с учетом того, что это онлайн. И поставщики, соответственно, пятый наш инструмент. Основные шаги для анализа из этого как раз и выходят, которые помогут нам определить тактику и составить план внедрения нашей стратегии. Здесь я разделяю цены и промо отдельно, но в целом это рычаг один. То есть мы сможем, ну, если мы уже знакомы с этими вопросами, то мы можем с вами либо все время держать низкую цену, и есть такая стратегия у некоторых форматов, у некоторых компаний, да, либо мы можем иметь регулярную цену, там, на ней больше, иметь большую доходность, но в рамках промо делать ее, делать глубокие скидки и тем самым все равно выполнять общую задачу категории по продажам и по доходности. Поэтому цены и промо мы здесь определенно объединяем. Таким образом, мы какими же шаблонами, ну, то есть какие основные шаблоны для анализа рынка и конкуренции. Дальше мы уже сейчас с вами пойдем по пунктам. Внешние данные – это основные шаблоны анализа покупателя, то есть, ну, это дерево принятия решения или те результаты фокус-группы, да, какие конкретно категории, группы, подгруппы, ему являться будут наиболее интересны. Основные шаблоны по рынку, да, это размер, общий размер рынка. Почему мы говорим, например, что этот же правило анализа, да, они применимы и для поставщика. Первый вопрос, который при заведении товара на рынок, да, мы задаем, а какой размер, да, то есть какую долю от рынка мы можем получить. Как сети задаются в части уже конечного покупателя, что потребляется столько-то того или иного категории, и мы хотим в ней получить такую-то долю. То же самое со стороны поставщика, да, производителя. А какая емкость рынка в целом, да, и какую долю мы хотим там, ну, как бы у нас есть задача там получить. Рыночные тенденции, то есть растет, ужимается, уменьшается, и там происходит изменение в части переключения ценовых сегментов, ввиду изменения внешних факторов, влияющих на покупателей и так далее. Конкуренты. Ну, с конкурентами здесь все достаточно просто, даже, но при этом то же самое мы когда делаем, работаем с производителями или поставщиками, мы тоже должны изучить, что мы предлагаем товар... Прошу прощения, место расположения. Вот, когда мы предлагаем товар в той или иной категории, правильно проверить, а у прямых конкурентов в этой сети возможно шире ассортимент или, например, какие-то закрыты дополнительные потребности покупателя, и это будет дополнительным аргументом в переговорах, да, что ваш товар может быть наиболее востребован. То есть в сравнении с конкурентами это широта ассортимента конкретной категории, вид на представленность брендов, ценовые, объемные. Характеристики товара, то есть кто, как отличается по своему наполнению ассортимента. Архитектура ценовых сегментов ассортимента, ценообразование, промо, мерчендайзинг. Это анализ в сравнении с конкурентом. Ну и экономика. Экономика это то, что нам должно быть всегда уверенно всем знакомо. Это еще и от работы именно закупщика. Для меня осталось в моей практике наиболее понятным. Это продажи, растем или падаем, прибыль. Ну, как бы здесь роли под категорией. Ну, это то же самое на основе долей под категорией и доходности под категорией, которые они мне приносят. Показатели по позициям по СКЮ здесь я использую. И операционные факторы, которые у меня существуют, которые также влияют на экономику. Если говорить, какие исследования потребительские, нам должны ответить на какие вопросы. Что важно для покупателя при выборе в целом и по каждой категории. То есть в каких-то категориях в приоритете будет цена, в каких-то категориях в приоритете будет качество, в каких-то категориях будет именно выбор, которые, соответственно, не являются жестко постоянными, а именно больше из разряда побаловать. Поэтому, определив, что конкретно, чем руководствуется покупатель при выборе, это может быть нашим конкурентным преимуществом. Что они в целом думают, конечно, о нашем магазине, либо на самом деле сейчас это как уже модно, о нашем ресурсе, насколько удобно им пользоваться, насколько у него, как к обычному магазину, так теперь и к интернет-ресурсам, комфортный дизайн, атмосфера и так далее. Как потребители принимают решения? Ну, это дерево принятия решения. Как мы воспринимаемся по сравнению с конкурентом? Какие проблемы? И какие подкатегории бренды являются необходимыми, а какие дополнительные? Ну, то есть есть даже в ассортименте йогурта, да, то есть есть все-таки основные вкусы, а есть те, которые крайне редко уже употребляются, да, и поэтому вот если мы формат магазина или формат ресурсов, в котором нет необходимости иметь очень большую ширину, а главное закрыть основные потребности, да, то мы можем ими пренебречь. Таким образом, отвечая на эти основные вопросы, мы можем сделать основные анализы. То есть общее восприятие с конкурентом, критерии выбора торговой точки, основные проблемы восприятия категории покупателя с сравнением с конкурентами. Это общие анализы, которые чаще всего, ну, это когда в анализе категории, в защите категории, это именно общее представление. То есть на сегодняшний момент употребление данной категории увеличилось, связано это с такими-то, такими-то факторами. Люди выбирают в первую очередь магазины с низкой ценой или ищут на ресурсах там, где можно увидеть наибольший выбор по этой категории, чтобы это соответствовало, там их помогло им ответить на те или иные вопросы, которые они решают при покупке этого товара. Это действительно экспертное мнение. Вот как мы говорим в дифференциации, как делать анализ деревом принятия решения, сейчас расскажу, но есть более формализированное, это дерево принятия решения. Если говорить про дерево принятия решения, то на основе вопросов, ну, у меня было несколько, когда обучаешь семинар, мы прямо проводили внутри групп. На основе вопросов покупателя, да, мы делаем выводы. Что первое для них важно? У меня здесь иллюстрация приведена на примере шампуня, но возможно здесь, кстати, есть, мы проводили такие же опросы, ну, или в рамках обучения с производителями, и тоже на удивление сами производители потом понимали, что отвечает их товар этим свойствам, этим, ну, как сказать, на эти вопросы или нет. Определить дерево категории, дать данные, должен помочь на маркетинг, то есть исследование. Конечно, сам категорийный менеджер, ну, скорее всего, не успеет сделать, да, у него нет возможности. То есть взять именно, подать данные для анализа. Чаще всего, да, мы, ну, просим об этом либо открытые ресурсы, то есть мы можем взять оттуда информацию, либо очень хорошо, если мы можем сделать маркетинг-исследование. На самом деле на многие вопросы может ответить, если вы смотрите или изучаете там исследования открытых ресурсов или партнеров, которые там по кооперации работают с компаниями сетевыми, если это производитель, то покупается информация, да, то в первую очередь все они отвечают на этот вопрос, а какое дерево принять решение, ну, или как принимает решение покупатель в магазине по той или иной категории. То есть если он, если, говорим, исследуем три магазина, то да, они нам уже, например, не помогут ответить на вопрос, что ведь он уже пришел в этот магазин, значит, точно он не искал, например, по шампуню медицинский шампунь, потому что тогда бы он пошел в аптеку. Но те покупатели, которые уже пришли к нам в магазин, они уже дальше руководствуются тем или иным принципом принятия решения. Если говорить, например, мы на сегодняшний момент не можем следовать, сделать, заказать такие исследования, тогда пользуемся лучшими практиками наших прямых конкурентов. Смотрим, как строят, по какому принципу они... Ну, дерево принять решение в основном будет соответствовать чему? На основе его мы делаем выкладку товара, да, дальше закрывая все потребности, мы наполняем ассортимент. Поэтому, конечно, если мы хотим быть лучше, тогда надо исследовать категорию. Если мы хотим быть в данном случае не хуже, то мы можем посмотреть на конкурентов и как минимум это скопировать, когда у нас еще нет внешних данных рынка. Про остальные вопросы я отвечу вам чуть попозже. Рыночные тенденции, да, ключевые вопросы, на которые, да, мы должны найти ответы. Я уже говорила об этом, да, где нам, например, мы можем узнать про размер рынка. Для... Есть категории, которые мониторятся известными компаниями, которые собирают данные с рынка. Сейчас уже, кстати, больше становится предложений, потому что даже уже банковские компании предлагают аналитику по тому, сколько, ну, то есть объема потребления тех или иных категорий, какие покупатели, проникновение и так далее. А есть, если говорим про, на самом деле, даже простое, когда были такие вопросы, даже можно посмотреть на Росстат. Правда, он просто не всегда даст нам ту деление региональное, то есть в целом по стране, там, мы поймем, или там по большим территориям, а конкретно по городу, то здесь, конечно, лучше прибегать к либо возможности, там, кооперации, либо к покупке информации. Для поставщиков это зачастую покупка, конечно, информации, потому что это впрямую, да, вы покупаете ваши данные вместе с данными ваших конкурентов. Но общий вот по объему продаж, да, это размер рынка. Если, опять же, говорим про покупку информации, не забывайте учитывать такой показатель, как дистрибьюция, потому что не всегда просто продажи того или иного товара, но представленного везде, ну, не то, что не всегда, неправильно сопоставлять с продажами товара, которые представлены только в нескольких, ну, или там в узком канале продаж. Какая доля у нас? Для чего это важно понять? Когда мы уже понимаем, если мы знаем, что наша доля рынка 2%, ну, предположим, 2% на территории, где мы работаем, а доля в продажах этой конкретно категории, она у нас 1%, то это впрямую говорит о том, что, значит, какие-то покупатели, которые вроде как бы мы у себя имеем, они осуществляют покупку этой категории в другом розничном магазине или на другом розничном ресурсе. Если же у нас, наоборот, мы имеем долю 2% рынка, а доля в этой категории у нас 3%, то это означает, что мы какую-то часть наших покупателей забираем от наших конкурентов, прямых или форматных, или территориальных, это уже отдельный вопрос. Дальше, таким образом, те категории, где мы с вами можем отличить, где имеем лучшую долю, да, они у нас точно должны быть на контроле, что мы бы эту долю не уменьшаем, а там, где мы меньше рыночной доли, в целом нашей, логично ставить себе цель, достижение хотя бы вырастить долю в этой конкретной категории до той доли, которую вы имеете в целом во всех категориях, где вы представлены. На самом деле, вот это вот относительно чего мы всегда смотрим свои доли в продажах или доли в представленности. Это очень важно для себя фиксировать, потому что понятно, когда в целом, например, Росстат делает заключение о росте тех или иных категорий или увеличении их продаж, он же делает, как бы, так как он анализирует все направления, да, все потребления, да, то это будет один показатель. А если, например, мы обратимся к аналитике, которая анализирует ограниченное количество категорий, то есть, например, 200 там категорий или 300, то он же перемещение именно вот здесь увеличение будет сначала, конечно, если это не какое-то расширенное исследование, будет именно говорить о динамике внутри портфеля, ну, или внутри набора тех категорий, которые на сегодняшний момент он анализирует. Какова структура продаж? Вот как раз здесь к вопросу ценовые сегменты. Да, был там вопрос у нас о том, что выделение, проводите ли вы выделение по ценовым сегментам. Конечно, проводим выделение по ценовым сегментам, но тоже на практике сталкиваюсь с каким вопросом? Можно ли взять и зафиксировать? То есть, есть средний, низкий, высокий, премиум, можно ли взять, ну, как бы, и зафиксировать? Уровни ценовых сегментов, да, в абсолютном выражении, они должны меняться вместе с изменением, ну, или с инфляцией в данной категории, потому что ценовые сегменты просто может получиться в определенный момент, что, да, мы будем иметь широкий тот ценовой сегмент, который мы раньше считали, предположим, средним, а, например, если произошла такая ситуация, что инфляция, да, в категории, то он уже должен был измениться, ну, или инфляция тогда повысится. Ассортимент вкусов, типа упаковки, то есть, как меняется ассортимент, он включает все эти вопросы, то есть, какие-то новые бренды, новинки. На самом деле, меня впечатлило, я в определенный момент даже не обращала внимания, может быть, кто-то помнит из последних исследований, а сколько же новинок за год появляется на рынке, и какая их небольшая только часть становится, да, известна. И вот как раз то, если вы, как бы, быстро, так сказать, не быстро, а регулярно контролируете выход, вот, ну, или, там, смотрите за тем, не только за рекламой, а именно собираете информацию от производителей, какие, когда продукты они планируют выводить, да, по какой причине, и вы, соответственно, будете в этом занимать активную позицию, да, если это соответствует вашу формату сети, то вот как раз вы можете быть впереди изменений вот этих вот направлений потребления, когда какие производители, какие бренды новые вводят на рынок. И, конечно, не забываем про вопрос сезонности, потому что есть сезонные категории, которые надо обязательно использовать, их потенциал, и смотреть, ну, мы, например, с вами знаем, что, там, предположим, у нас мороженое должно вырасти, там, на, в летний сезон будет продаваться, там, 10% больше, чем в зиме. Но, опять же, одно дело мы ориентируемся на внутренние данные, и мы ежегодно видим, что он рост настолько. А если мы с вами будем сопоставлять это с внешними данными, которые доступны, и эта категория хорошо мониторится, да, то мы можем увидеть, что, например, для каких-то территорий это может быть и 70%, а для каких-то, да, и 30% тоже уже рыночный уровень. Поэтому те ключевые вопросы, на которые мы должны ответить в категории, должны нами быть проанализированы. Конкурентный анализ, он должен быть сделан нами по нашим конкурентам. И здесь главное правильно очертить для себя круг этих конкурентов, потому что проанализировать там все, в каждой территории у нас с вами может быть там до 50 различных игроков. При этом правильнее выбрать лучших в каждом виде, я бы сказала, конкурентов. То есть есть для нас прямой форматный конкурент, есть, то есть это тот, который имеет такую же стратегию магазина или стратегию канала сбыта, которая существует у нас. Есть территориальный, то есть для магазина, который мы можем быть с вами магазином дома, но при этом, если мы с вами попадаем в зону влияния супермаркета или даже гипермаркета, то есть в Санкт-Петербурге, например, это достаточно, где мой родной город, это в определенный момент очень серьезно поменяло наше видение в некоторых категориях, когда магазины именно гипермаркет или супермаркет имеют пешую доступность, да, и рядом с нашими магазинами у дома. То есть тогда это будет для вас территориально. И, конечно, на сегодняшний момент, как мы говорили о развитии, там, начиная уже год и более назад, это специализированная розница, да, те, которые конкретно работают в той или иной категории. То есть поэтому мы не можем, к сожалению, сказать о том, что анализ категории может строиться по единому шаблону для всех категорий в одной компании. Должен быть набор анализов, да, то есть тех шаблонных анализов, по которым мы смотрим, но для каждой категории он будет индивидуальный. Таким образом, анализ ассортимента конкурентов у нас может быть построен сначала, да, это самый простой, отвечаем на вопрос по количеству, да, то есть когда мы видим, у нас есть, предположим, мы можем, например, не смотреть на территориальную конкуренту, он нам не соответствует по формату, но по количеству мы тогда должны смотреть в первую очередь кого? Форматных или специалистов. При этом специалистов мы посмотрим в том случае, если он как бы узкоспециализированный магазин, имеет он, грубо говоря, его магазин соответствует тому, сколько мы выделяем этой категории в нашем большом формате. Тогда будет сопоставимо. А если специализированный магазин, он практически по размеру, да, или там по формату, такой же, как весь наш не специализированный магазин, то тогда тоже наличие в нем, ну, более широкого ассортимента не должно нас заставить менять именно нашу представленность в нашей сети ассортимента. Поэтому здесь я вам это визуализирую больше на картинках, но на самом деле это обычный анализ в Excel для производителей, поставщиков в рамках там обучения, подготовки к переговорам. Мы говорим о том, что они тоже имеют возможность сделать именно такой анализ, да, когда они понимают, что какие доводы им нужно привести категорийному менеджеру, там, помочь ему добавить себя, свой товар в ассортимент, это именно выделить, например, что ассортимент в сопоставлении с форматными конкурентами недостаточно, и мы его можем увеличить. Дальше мы говорим, в каком объеме упаковки, или там, соответственно, литраже он у нас может быть недостаточный, и мы тогда в данном случае помогаем ему добавить этот объем упаковки или там размерный ряд. И по ценовым сегментам, то есть какие мы ценовые сегменты, возможно, по тем или иным причинам не закрываем. И ваш продукт, если мы говорим, например, о товаре от поставщика, то, какую конкретно он может закрыть, либо объем упаковки, либо ценовой сегмент. Ценовой анализ. Я вообще очень люблю, и целое даже было очень много про индексы. Мы говорили в части, когда говорили про планирование. Но вот с ценами тоже считаю, что достаточно самый простой вариант, его можно рассчитать по всей вашей категории, когда, если вы делаете сплошной мониторинг по вашему форматному конкуренту и специализированному, возможно, где-то территориальному, когда вы соотносите вашу цену по отношению к цене конкурента, и, например, с форматным конкурентом вы по какой-то части, например, вы будете иметь лучше цену, ну а какие-то позиции, понятно, что он будет иметь, может быть, если он имеет по большему количеству позиций, цену более низкую, то это вопрос к пересмотрению именно структуры, наверное, там, влияет ли это. То есть если ваша категория, видно, что уходит покупатель, то может быть, да, расширение ценообразования по большему количеству позиций по вашему форматному или специализированному конкуренту может вам помочь увеличить продажу. Поэтому ценовой анализ – это через индекс. То есть если мы видим, что у нас в целом по категории индекс в нашу пользу, то есть, грубо говоря, наша цена по отношению к цене не конкурента, она более низкая, то это хорошо, то есть меньше 100%. А если, соответственно, у нас большинство позиций чуть выше конкурентов, то это на самом деле может иметь место на дополнительных категориях, может при этом рискованно на основных категориях, если мы на те позиции, на которые покупатель знает, цены не стоим в уровень, ну, не в уровень, в уровень неправильно, на уровне, на рыночном уровне. И, соответственно, если мы выше конкуренту, если это целевая категория, и мы говорим о том, что здесь мы лучшие, и именно за этим товаром к нам приходит, то это действительно вот возможно, что пересмотрев здесь ценообразование, мы улучшим показательные категории. И следующим шагом после того, как мы посмотрели на конкурентов, мы приходим уже в анализ своей категории по ее экономике. То есть, как мы говорили изначально, когда мы посмотрели на весь ассортимент, мы выделили категории, которые имеют наибольшую долю в магазине и формируют 80% продаж. Но вот если мы с вами опустимся внутрь нашей категории, подкатегории, потом, может быть, в группы, подгруппы, то есть логично идти поступательно, то у нас тоже есть крупнейшие, то есть объемообразующие категории по продажам или, может быть, по объему, какие приносят наибольший доход, то есть то же самое определяем, больше, выше среднего или менее среднего, абсолютная чистая прибыль или маржинальный доход, какие роли в данном случае мы выделим категориям, то есть уже внутри категории. Мы можем, конечно, тоже посмотреть, ради каких конкретно подкатегорий идет к нам покупатель, но там будет погрешность, что, может быть, вы просто какие-то подкатегории забыли представить или представили в недостаточном объеме, поэтому сначала мы здесь посмотрим именно в рамках для компании. Какие герои, какие драйверы трафика, какие нишевые, какие нуждаются в контроле. Ну и, как я уже говорила, какие подгруппы, да, и дальше позиции формируют на 80% объема продаж, рентабельность этих топовых позиций, то есть насколько они доходны, и какие представлены во всех магазинах. А если какие-то, например, более доходные представлены не во всех магазинах, то не исключено, что для того, чтобы улучшить общую доходность, мы должны выбрать лучшие дополнительные позиции и расширить их на нашем магазине. У каких поставщиков и производительные лучшие предложения, да, и какие подкатегории наиболее прибыльные, и им нужно правильнее выделить больше полочного пространства в пользу, чтобы, да, если покупатель идет в категорию за каким-то товаром, то он, конечно, его всегда найдет, здесь важен уровень доступности, а если мы хотим привлечь внимание, то здесь мы можем уже влиять нашим одним из пяти рычагов, это представление товара, как он выставлен на полке. Таким образом проводим анализ по продажам в рублях, продажам в штуках, и смотрим на изменение цены, потому что когда сейчас особенно важно, вы анализируете еженедельную динамику или ежемесячную динамику, и говорим о том, что выросла категория, у меня всегда, конечно, ключевой вопрос, который я всегда сама себе задаю, а что с ценой? Если выросла только за счет, если она выросла за счет цены, как вот в данном примере, то это не категория выросла, а выросла цена, выросла, ну, как бы рост ее вызван именно ростом инфляции. А если она выросла в штуках, да, то в штучной покупке, то значит действительно покупатель уже делает выбор, ну, или там в его потреблении увеличивается эта категория. Дальше по каким причинам изменилась, да, ну, вот это опять же, как я сказала, объем продаж или вот средняя цена, это если говорить более детально. Структура внутри категории, то есть какие категории выросли. То есть у нас в целом с вами может быть категория выросла за счет очень небольшой, маленькой категории внутри, но которая на сегодняшний момент, ну, демонстрирует самую положительную, самую высокую динамику. И поэтому посмотреть нужно после того, как мы определили, ну, и то же самое, кстати, и в падении. То есть, возможно, основная часть группы категории остались неизменны, но мы, например, в условиях того, что сфокусировались, например, на каком-то среднем ценовой сегменте, по каким-то причинам не проконтролировали доступность, да, в каких-то особенных позиций, именно они могут нам продемонстрировать этот отрицательный рост. То же самое с коммерческой маржой или с маржинальным доходом, благодаря чему растет или падает. Ну, и внутри подкатегорийно. По поводу того именно самого анализа, да, что не все эти анализы нужно делать полностью по каждой категории. Если не было отклонений, то есть если мы растем на уровне рынка, то есть на рынке категория выросла плюс 5% в рамках изменившейся ситуации недели к неделе, мы с вами выросли, ну, предположим, тоже плюс 5 или плюс 7. Правильнее начать работу с той категории, которая начала, которая продемонстрирует динамику хуже рыночной. И не то чтобы забыть сейчас про ту категорию, которая, ну, как бы на уровне рыночной динамики или лучше. Ее успех, конечно, нужно проанализировать. Почему? Причина, ну, мы именно смотря в части, там, например, дальше группы по промо, мы это и так увидим, да, что причина именно в том, что мы здесь больше проводили промо. Но правильнее работать, да, с теми, кто имеет отрицательную динамику, потому что здесь, тем более, если эта категория относится у нас с вами, например, доход, к нишевым, да, или герои, то падение на каждые, там, по миллиметру или штуке продаж будет оказывать наибольшее влияние на нашу среднюю доходность. Если же мы говорим про, там, нуждающиеся категории, или подкатегории, если у них нет отрицательной динамики, то мы работаем, в первую очередь, только над улучшением цены. Мы нуждающиеся категории в продажах не растим. Поэтому, сделав анализ по продажам для категориях с падающими, мы дальше пойдем на анализ, что же мы можем делать с категориями нуждающимися в части того, чтобы как мы можем улучшить доходность. Поэтому после того, как мы определили роли для самих категорий, определились стратегически, то в рамках анализа категории мы должны определить роли для бизнеса под категорией. И, например, мы с вами видим, что для бизнеса у нас есть категории, которые имеют вот именно необходимость с улучшением доходности, и тогда мы в первую очередь, да, будем подходить к этим категориям, с того, что с ними мы работаем, на эти позиции уже внутри этой категории, нам нужно улучшение цены, а те позиции, которые у нас продаются хорошо и имеют больше доходность среднего, мы будем работать в части улучшения продаж. На самом деле, вот в этом слайде сразу я вижу, что у меня вот здесь кусочек удалился рисунка, я его обязательно добавлю, потому что здесь нет именно категории, которые делают это среднюю маржу, а такого быть невозможно. Дальше, выявление объемообразующих позиций – это все те же 80%. То есть если у нас с вами ширина категории, ну, то есть количество позиций в категории более 100 штук, да, соответственно, мы смотрим, сколько позиций делают нам вот этот вот 80% продаж. И если в количестве позиций, да, у нас, то есть 80% продаж делают у нас меньшее количество, ну, то есть в данном случае 80 позиций, да, какие 80, 30, да, 20-20, 30% ассортимента, то мы можем понимать, что в данном случае, если бы это было очень маленько, то есть тремя сейчас там к 10-15% продаж, у нас очень большой процент как бы вот этих дополнительного ассортимента, и если он не является доходным, а какие-то из них как раз имеют меньше доходность, то там точно вот те позиции, которые делают, не попадают в эти 80% продаж. Если они не закрывают никакой дополнительной покупательской потребности, у нас есть вопрос к тому, нужны нам или нет. При этом надо обязательно анализировать по каждой позиции, да, в скольких магазинах она продавалась. Если она у нас была, должна была быть продаваться в 100 магазинах, а физически она продавалась в 80, то, понятно, надо изменить на вот этот вот уровень так называемой доступности или представленности, учесть вот эти отклонения по тем этим позициям, которые вы анализируете. Можно ли использовать спеца? Это, на самом деле, да, это можно делать в Excel. Но в Excel, на самом деле, будет, вы можете преднастроить, а потом к защите, да, делать себе презентации в Excel. Но мы, на самом деле, с коллегами на примере вот следующего анализа с одним из партнеров делали видеозапись именно решения, аналитического решения, программного решения анализа ассортимента. Вот сейчас вот коллеги выложили в чат ссылку, можете посмотреть, мы делали это, размещали в Facebook совместно с компанией InfoVision. Вот мы именно на основе вот этих попозиционного анализа категории, который я рассказываю в презентациях и в обучении, мы сделали видеозапись как решение, которое партнеры наши из компании InfoVision реализовали в программе ClickSense. В программе Click. Поэтому, конечно, мы можем с вами это сделать в Excel, но в Excel мы не сможем, как говорится, при нас нету такого возможности дальше погрузиться, посмотреть динамику, проверить сразу доступность. То есть это нам надо будет все дополнительно выгружать и сохранять, и подтягивать, и добавлять в расчет. Конечно, хорошо, если у вас есть возможность на основе этих анализов сделать автоматизированные решения в вашей аналитике. Таким же образом мы раскладываем уже выявившийся ассортимент. То есть мы берем категорию, в которой мы видим, что нам нужно улучшить, например, доходность. То есть эта категория у нас, она может быть, например, в трафике, трафика, драйвер трафика, но ей недостаточно, соответственно, доход. То есть здесь, исключая позиции, даже небольшие позиции из ассортимента, которые не закрывают каких-то отдельных потребностей, исключив их из ассортимента, мы уже можем чуть-чуть изменить свою среднюю доходность. Если же мы по драйверам трафика, которые уже конкретные позиции в ассортименте, сможем хоть чуть-чуть улучшить нашу закупочную цену, то мы уже тоже сразу улучшим нашу среднюю доходность категории. А позиции, которые у нас будут являться героями, в данном случае мы будем сохранять, понимать, что с ними надо быть осторожными, и по ним в первую очередь нам нужно контролировать что? Чтобы они были всегда в наличии, так как каждая проданная штука этого товара преувеличивает нам с вами доходность, и покупатель ее нашел, сохраняет привлекательство. Есть ли какой-то процент... Да, кстати, правильный вопрос. Ведь удалив вот эти позиции, например, если просто мы с вами предположим идеальная ситуация, когда мы говорим о том, что у нас все вот эти позиции имеют аналоги выше, мы их удалим, средняя увеличится, да, и верхняя граница тоже поднимется. То есть если мы говорим о том, что у нас, например, была перенасыщена полка, и нам, например, очень большое количество товара, и у нас, ну, как бы мы не имели стратегии представлять его так широко, то это и хорошо, то есть результат в этой категории мы достигли. Но если мы хотели, да, понимаем, что для покупателя все-таки важен выбор, и он хочет новинки, то логично, что вместо этого мы заводим другой товар. Вот эта граница, которая... граница ТО, это сверху по категории 80% продаж по доле. Ну, то есть мы... Это не категория, это позиции. То есть вот эта позиция, все эти позиции, когда складываем, то вот это вот 80% продаж, а здесь оставшиеся 20% по маленьким объемам продаж. Вот это средняя маржинальная доходность. И поэтому, отрезая вот этот, как говорится, поэтому это еще неправильно, мы делаем в нашем видеоролике, у нас есть следующий анализ, что мы раскладываем вот эту вот часть нишевого, нуждающегося в контроле, и у нас получается такой же анализ уже внутри вот этого нашего анализа категории, ну, С, ниже среднего в доходе и категории С по продажам. И уже только тут мы вот от этого избавляемся. Таким образом, мы сохраним и ширину ассортимента, если эта категория нужна покупателю с выбором. А вот эти позиции откажемся или заменим, если у нас есть на этом возможности место. Вот. Стрелочку указки на презентацию. Значит, следующий анализ. После того, как жесткие вот этих позиций скучаем, мы посмотрим в нишевых. Соответственно, если у нас ограничено полочное пространство, и нам надо все-таки увеличить продажи, заметность позиций по маржи, да, граница средняя или целевая. Это очень важно, потому что если у вас средняя ниже вашей целевой, и вам нужно выполнить план, то вы, пожалуйста, ставьте себе не среднюю, а целевую. Потому что тогда вы будете работать уже сразу в двух направлениях. Что вы будете и стремиться к выполнению плана, ну, нет смысла тогда там просто ставить среднюю. Вы действительно можете, как бы даже ориентиром, ставить свою именно целевую маржу, коммерческую маржу, как она у вас в компании называется. В принципе, если вы, например, не оперируете маржой, а оперируете наценкой, также это может быть уровень наценки и целевая ваша наценка. То есть сколько процентов вы там набавляете с себестоимости. Вот этот вот, еще раз говорю, видеоролик подробно можете посмотреть на Фейсбуке именно в рамках аналитического решения, вот, которое нам сделали совместно наши партнеры компании InfoVision. Следующий анализ, который недавно я, кстати, увидела, спасибо коллеге, принес мне из журнала, одного из журнала, который мы с вами получаем на выставке, там он был приведен практически для поставщиков. Это анализ ценовой архитектуры ассортимента. Что это такое? Мне он очень нравится для того, чтобы понять, ну, как бы, в принципе, вот мы после того, как все потребительские свойства закрыли, правильно ли мы выстроили ценообразование, или есть нам что-то еще скорректировать, где-то изменить цену, а где-то, может быть, нам и не хватает какого-то товара, нужно еще все-таки добавить, изменить, ассортиметь. Ценовую архитектуру тоже можно построить в Excel, это ее визуализация, либо можно решить это программно, и очень хорошо, если вы постоянно, ну, как бы, сможете это оперативно получать в вашей аналитике. Таким образом, вы можете, здесь мы откладываем, это у нас шкала цены за килограмм. То есть это не то, можно делать двух вариантов. То есть если мы просто хотим там для выкладки понять, следующим слайдом будет, там будет цена за штуку. Здесь же у нас цена за килограмм. Сюда мы откладываем объем продаж. Можно, ну, как бы, ну, правильнее в штуках, в килограммах, ну, то есть в единицах. Таким образом, у нас получается, что у нас, если мы сеть, то мы знаем нашу маржу. Если мы поставщик, мы маржу не знаем, мы можем просто посмотреть, ну, то есть в какую, как говорится, точку мы можем сделать наше коммерческое предложение по товару. Делаем мониторинг сети, приводим это все килограммом, литром или там, как нам, в зависимости, что это за категория. Выстраиваем ценовую архитектуру. Например, да, вы спросите, как поставщика, как мне определить продажи? Два варианта. Первое, если вы покупаете аналитику, там вы можете определить продажи именно, ну, по рынку, увидев, как бы, с учетом, ну, перемножив это на дистрибьюцию, вы, соответственно, выстроите здесь ассортимент. Еще интересный вариант. Компании, которые на сегодняшний момент уже хорошо работают со своей оборачиваемостью, у них часто количество фейсингов или представленность товара на полке плюс-минус отражает именно, как товар продается. Ну, то есть хорошо продающегося товара поставят побольше, товара со слабой реализацией будет стоять меньше. Поэтому, если вы поставщик, вы можете сориентироваться именно, что у вас есть розничная цена, а у вас нет маржи, конечно, вы решение здесь, как сеть, не можете принять. Но для себя составить, как бы, представление, кто как продается, можно. Было у нас несколько проектов, когда нам надо было именно готовить коммерческое предложение. Мы снимали для этого какую информацию? Цена за штуку, объем, разумеется, товара и количество фейсингов. Количество фейсингов на полке. Ну, конечно, единственное, надо надеяться, что вы пришли в магазин с хорошей доступностью товара, и он там весь присутствовал. Так, я уже немножко увлеклась, смотрю 14-12, сейчас буду ускоряться. Таким образом, ценовая архитектура нам позволяет увидеть, где, если мы сеть, то мы еще можем смотреть, где нас может быть недостаточно. То есть нам, то есть если мы поднимем, вот мы закупаем по этой цене, если мы поднимем ценник, то мы, соответственно, потеряем вот эту вот цену для покупателя. Здесь мы должны работать, в первую очередь, с закупочной ценой. Это обычный график, там просто расширяются столбики так в разные стороны, и оно превращается в слитную такую лазанью. Я вам как бы, если напишите отдельно, я вам тоже это покажу. Это совершенно обычные Excel, да, и обычные графики с объемом продаж, как бы с объемом продаж и с ценой за позицию. Если говорить про полочное пространство, то это уже анализ выделенной доли полки, где мы, соответственно, говорим именно о доходности уже, ну, потому что тут нас уже не сильно интересует на выделенной полке какая конкретно там себестоимость. Мы будем говорить именно о доходности и о сантиметрах, которые мы выделяем на полке. И здесь мы, соответственно, также можем видеть, правильно ли мы распределили, да, полочное пространство или тем категориям, или тем позициям, которые дают нам большую доходность, мы, возможно, по тем или иным причинам, ну, как бы, дали меньше места, да, чем хотелось бы. Или, наоборот, позиции, которые имеют низкую доходность, да, можно было бы уменьшить полочное пространство, да, таким образом. Ну, единственное, что это надо учитывать, что хватает ли нам для пополнения объема, который нам позволяет держать полк, или нам, имеем ли мы возможность пополнять. Вот. Таким образом, следующий анализ, это у нас анализ по поставщикам. Те, которые работают, получают аналитику, могут это там же видеть. Доли, доли в обороте, а идти дальше уже до сети, это добавляется доходность, валовый доход и, соответственно, перераспределение нашего ассортимента. На самом деле, я в этот раз сделала самую большую презентацию, которую, конечно, вы обязательно получите, анализ выкладки, но я немножко не подрассчитала, что я не уложилась конкретно в час. Но в любом случае, эти анализы уже дальше некоторые могут быть знакомы, я хочу завершить самым важным моментом. Таким образом, у нас есть ассортимент, который мы с вами проанализировали. Дальше мы посмотрели цены, очень мало я затронула промо, анализ промо, потому что, ну, действительно, под это нужно было бы побольше времени. Анализ выкладки, операционная, это доступность товара, поставщики, это доля поставщика в категории, доля поставщика у нас. На основе этих пяти основных крючегов мы должны сделать, рассчитать экономический эффект нашей с вами стратегии. И самое важное, что для поставщика, ну, здесь я привожу пример самого плана, вот это я вам предлагаю взять за основу, да, как план анализа категории. Он подходит и для поставщика, и для сети. То есть первое, фундаментальные характеристики сети, ой, категории. То есть мы говорим о том, что это за категория, какие особенности потребления, доля рынка, изменения, изменения в дерево, принятие решения и так далее. Следующий момент, предпочтение по сравнению с конкурентами. Можем быть мы лучше, такие же мы, как они, соответственно, или чего-то нам не хватает. Эффективность – это именно наши внутренние показатели, да, соответственно, как мы идем по выручке, лучше, чем вся сеть, хуже, чем вся сеть, какую вносим мы долю в прибыль, да, какие категории наиболее прибыльные, и что мы планируем сделать. Дальше мы говорим о тех целевом состоянии, которые мы хотим увидеть. По-моему, я теперь уже даже увлеклась, показывая здесь указкой. Какое предложение и какой целевой экономический эффект мы хотим получить? Как раз вот этот расчет экономического эффекта. Ну и, соответственно, последнее, то, что мы должны сделать, составить план работ, в котором, конечно, должны быть зафиксированы все ответственные. Категорийный менеджер, как владелец части бизнеса. Вот почему мы говорим, что анализ и защита категории – это ресурсы. Нам должны, исходя из тех результатов, которые мы заявим, что наша категория достигнет, нам с вами разрешат в это вовлекать, где-то поменять выкладку. Это будет жить что? Трудозатраты, соответственно, и для операции, и для маркетинга перерисовать, и в некоторых случаях даже для логистики и так далее. Если мы с вами говорим о том, что нам нужно больше промо, это значит, мы в каталоге или в какой-то промо-активности, в маркетинговом бюджете получим с вами дополнительные инвестиции. Таким образом, почему анализ категории – это именно получение ресурсов? Чем детальнее вы проанализируете, и чем красивее экономический эффект от проделанных вами шагов мы с вами сможем рассчитать, ну, красивее не правильно сказать, чем детальнее мы его сможем рассчитать, и чем лучше мы его получим, тем правильнее получится, тем больше ресурсов мы сможем получить. Поэтому главному владельцу не говорите, здесь вот отвечу на комментарии, не соглашусь. Если мы готовы на себя брать обязательства о том, что в данной категории мы готовы нести ответственность перед бизнесом, перед владельцем бизнеса о том, что эта категория будет эффективной, то есть приносить доход, а не быть датируемой категорией, в которую нужно инвестировать, ну, как бы, которая будет забирать прибыль с других категорий, то я считаю, что владелец собственных бизнесов будет в данном случае только рад тому, что эти обязательства на себя взяты. Ну, даже если бы предположить, что я не могу на себя взять такую ответственность, то, конечно, мы поэтому приглашаем, чтобы все-таки убедить, в том числе и владельцев бизнеса, и коммерческих, и директоров, что и самих категорийных менеджеров в том, что именно управляя категорией, а не выполняя функцию закупщика, функцию, соответственно, там, просто обеспечивающей функции, обеспечивающей товаром, да, магазинов, мы сможем получить лучший результат. И именно, например, там, даже в простой категории сахар, да, если магазин у нас не такой, что у нас всего лишь один вид сахара, или только тендерный могут присутствовать, то на самом деле в определенный момент, когда мы анализируем покупательские предпочтения на тех, ну, на, конечно, различных территориях, это будет говорить, мы можем с вами убедиться, что наличие на фоне хорошей тендерной позиции вы можете иметь еще среднюю и даже в некоторых случаях, ну, там, какую-то более удобную упаковку в этой категории, да, оно не компенсирует весь минус на том промо летнем, которым вы делаете, когда хотите привлечь покупателей именно в ваши магазины на фоне конкурента, но все равно среднюю маржу чуть-чуть оно, да, изменит. И если в данном случае, как говорится, из нуля вы выйдете, даже в лучшем случае, там, на 1% дохода, да, из нуля, я имею в виду с промо, с той активностью, которую вы когда сами инвестируете и приводите к себе трафик в категорию, и вы скажете, что все, эта категория больше не будет никогда, то, что мы за нее платим, да, мы доплачиваем за то, что покупатель, приходя за сахаром, да, покупает у нас все остальное, она будет приносить вот доход чуть больше, чем приносила раньше для собственника бизнеса, я уверена, это будет важным показателем. Поэтому приглашаем вас в этом году на онлайн-конференцию категории менеджмент «Белая ночь», профессиональную конференцию. Мы понимаем, что, как бы, действительно о некоторых особенностях, да, более детально. Если о некоторых особенностях более детально говорить, ну, не всем интересно, но мы говорим про профессиональную конференцию категории менеджмента, и даже если на сегодняшний момент вы являетесь закупщиком или, соответственно, там, ну, даже менеджером отдела заказа товаров, вы хотите разбираться в том, почему конкретно этот продукт, да, нужно обеспечить ему большую доступность, да, товары, наличие для покупателя, а вот эти товары, да, нам нужно иметь на минимальном пограничном или представленности, но они все равно должны быть, да, мы постараемся вас вовлечь и объяснить вам именно, как с помощью науки категории менеджмента научиться этим управлять. Потому что есть товары, которые должны у нас быть, а доходность мы на них должны обеспечивать. С помощью каких инструментов, как это делать, поделиться не то, то есть экспертом на этой конференции буду не только я, и мы будем стараться сделать наполнение этой конференции для вас наиболее интересным. При этом мы все равно ставим себе цель в 2021 году, после всех мы верим изменений в лучшую сторону в стране и в мире, сделать ее все-таки оффлайн, потому что живое общение заменить и обмен опытом именно между не только ведущими экспертами, но и слушателями заменить невозможно. И именно тоже, кстати, хочу сказать, что я призываю всех делиться практиками. Если вы в одной категории уже сделали, обязательно будет про эффективность промо, про то, как с помощью промо влиять на... То есть какое промо, для каких категорий, и как правильно сделать, прощупать эластичность именно ваших товаров и подгрупп в категории, как с помощью промо не только приводить покупателя в целом в сеть, но и все-таки увеличивать продажи категории в целом. И не разово, когда мы получили, грубо говоря, разовый результат, но, к сожалению, в дальнейшем не получили стабильного роста категории, а именно как работать с промо как частью стратегии. Я хотела сказать еще по поводу того, что в конференции... А, по поводу деления лучшими практиками. Лучшие практики, почему я призываю делиться и считаю, что такого рода конференции нужна? Дело в том, что один раз выстроена стратегия, и когда вы ее сделали в своей категории, она принесла результат, и вы понимаете, что с помощью этого можно, с помощью шагов по ассортименту, по цене, по промо, вы достигли того или иного результата. Я призываю компании внутри сети, да и даже на самом деле сетей, нескольких сетей в разных регионах, или даже, может быть, кстати, и в одном регионе, если сети дополняют потребности, может быть, один специализированный, другой общего формата. Дело в том, что дважды одна и та же тактика вот к этому вау-результату не приводит. Поэтому не бойтесь экспериментировать, ищите новые решения, и отдавайте коллегам, отдавайте, соответственно, партнерам те инструменты, которые помогли вам улучшить результат. Потому что в целом тогда в здоровой конкуренции и в здоровом отношении к бизнесу в целом мы можем иметь в том числе и того довольного покупателя, у которого есть возможность обеспечивать свои потребности в наших с вами магазинах и ни в чем себе не отказывать. На такой позитивной ноте хотелось бы закончить. Да, конечно, мы сейчас все пойдем дальше работать, оденем маски, попробуем вас тоже развлечь. Да, в том, что мы на сегодняшний момент работаем, общаемся все, живем в непростой ситуации. Уменьшайте период анализа, применяйте стандартные решения, но просто на более коротком, ну, то есть стандартные формы анализа, но на более коротком периоде, и следите за динамикой не только внутри себя, но и обязательно с динамикой по сравнению с рынком и конкурентами. Всем хорошего рабочего дальше дня. Спасибо вам за внимание. На вопросы вроде бы я все ответила, если что-то упустила, задавайте. Еще раз спасибо. Как вам написать? Написать вот у нас адреса, здесь все. Написав сюда, я обязательно получу. Кто пишет на инфо ARPM, эти письма попадают напрямую, в том числе ко мне. У меня этот почтовый ящик привязан к моему. Презентация будет высвана всем зарегистрировавшимся, поэтому все те, кто прошел регистрацию, получат презентацию. Видеозапись будет тоже, но она сегодня, она появится в новостях на retail.ru. До свидания. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова